Здравствуйте, меня зовут Креер Лолита, я студентка 2 курса специальности педагогика и методика начального обучения. К 105 юбилею книг Корнея Чуковского хотелось бы рассказать о творчестве писателя. Корней Иванович Чуковский, имя при рождении Николай Васильевич Корнечуков, русский и советский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед. Известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Николай Корнечуков родился 31 марта 1882 года в городе Санкт-Петербурге. Часто встречающаяся дата его рождения 1 апреля появилась в связи с ошибкой при переходе на новый стиль. Писатель долгие годы страдал от того, что был незаконно рожденным. Его отцом был Эммануил Соломонович Левинсон, в семье которого жила прислуга и мать Корнея Чуковского, болтавская крестьянка Екатерина Осиповна Корнечук. Отец оставил их, и мать переехала в Одессу. Там мальчик был отдан в гимназию, но в пятом классе его отчислили из-за низкого происхождения. Эти события он написал в автобиографической повести «Серебряный герб». Отчество Васильевич было дано Николаю по крестному отцу. С начала литературной деятельности Корнечуков, долгое время тяготившийся своей незаконнорожденностью, использовал псевдоним Корнечуковский, которому позже присоединилось фиктивное отчество Иванович. После революции сочетание Корнея Иванович Чуковский стало его настоящим именем, отчеством и фамилией. Его дети Николай, Лидия, Борис и умершая в детстве Мария, Мурочка, которой посвящены многие детские стихи отца, носили фамилию Чуковских и отчество Корнеевич Корнеевна. С 1901 года Чуковский начинает писать статьи в одесских новостях. В литературу Чуковского ввел его близкий гимназический друг, журналист Владимир Жаботинский, позже ставший выдающимся политическим деятелем сионистского движения. Жаботинский также был поручителем жениха на свадьбе Чуковского и Марии Борисовны Гольффельд. Затем, в 1903 году Чуковский был отправлен корреспондентом в Лондон, где основательно ознакомился с английской литературой. Вернувшись в Россию во время революции 1905 года Чуковский был захвачен революционными событиями, посетил броненосец Потемкин и начал сдавать в Петербурге сатирический журнал «Сигнал». Среди авторов журнала были такие известные писатели, как Куприн, Федор Сологуб и Тэффи. После четвертого номера его арестовали за оскорбление величества. К счастью, Корнея Ивановича его защищал знаменитый адвокат Грузенберг, добившийся оправдания. В 1906 году Корнея Иванович приезжает в финское местечко Куакало, ныне Репина, Ленинградской области, где сводит близкое знакомство с художником Ильей Репиным и писателем Короленко. Именно Чуковский убедил Репина серьезно отнестись к своему писательству и подготовить книгу воспоминаний далекое близкое. В Куакале Чуковский прожил около 10 лет. От сочетания слов Чуковский и Куакала образовано Чукакало, придумано Репиным. Название рукописного юмористического альмонаха, который Корнея Иванович вел до последних дней своей жизни. В 1907 году Чуковский опубликовал переводы Уолта Уитмина. Книга стала популярной, что увеличило известность Чуковского в литературной среде. Чуковский становится влиятельным критиком, громит бульварную литературу, остроумно защищает футуристов, как в статьях, так и в публичных лекциях. От нападок традиционной критики, хотя сами футуристы далеко не всегда ему за это благодарны. В 1916 году Чуковский с делегацией Государственной Думы вновь посетил Англию. В 1917 году выходит книга Паттерсона с еврейским отрядом в Галлиполе под редакцией и с предисловием Чуковского. После революции Чуковский продолжал заниматься критикой, издав две наиболее знаменитые свои книги о творчестве современников – книга об Александре Блоке и Ахматовой Маяковске. Обстоятельства советского времени оказались неблагодарны для критической деятельности, и Чуковскому пришлось этот свой талант зарыть в землю, о чем он впоследствии и сожалел. С 1917 года Чуковский засел за многолетний труд о Некрасове, его любимом поэте. Его стараниями вышло первое советское собрание стихотворений Некрасова. Чуковский закончил работу над ними только в 1926 году, переработав массу рукописей и снабдив тексты научными комментариями. Помимо Некрасова, Чуковский занимался биографией и творчеством ряда других писателей XIX века – Чехова, Достоевского, Слепцова. Участвовал в подготовке текста и редактировании многих изданий. Самым близким себе по духу писателем Чуковский считал Чехова. Увлечение детской словесностью, прославивший Чуковского, началось сравнительно поздно, когда он был уже знаменитым критиком. В 1916 году Чуковский составил сборник «Елка» и написал свою первую сказку «Крокодил». В 1923 выходит его знаменитые сказки «Майдадыр и тараканище». В жизни Чуковского было еще одно увлечение – изучение психики детей и того, как они овладевают речью. Он записал свои наблюдения за детьми, за их словесным творчеством в книге «От двух до пяти» в 1933 году. Все другие мои книги с сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме Майдадыров и Мухцикатух, вообще ничего не писал. В 1960-х годах Чуковский затеял пересказ Библии для детей. К этому проекту он привлек писателей-литераторов и тщательно редактировал их работу. Сам проект был очень трудным в связи с антирелигиозной позицией советской власти. Книга под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды» была издана в издательстве «Детская литература» в 1986 году. Однако весь тираж был уничтожен властями. Первое книжное издание, доступное читателю, состоялось в 1990 году. В 2001 году в издательствах «Росман и стрекоза» книга стала выходить под названием «Вавилонская башня и другие библейские предания». В последние годы Чуковский, всенародный любимец, лауреат ряда государственных премий и орденов, вместе с тем поддерживал контакты с диссидентами. На даче в Переделкино, где он постоянно жил последние годы, он устраивал встречи с оркестрными детьми, беседовал с ними, читал стихи, приглашал на встречи известных людей, знаменитых летчиков, артистов, писателей и поэтов. Переделкинские дети, давно ставшие взрослыми, до сих пор вспоминают эти детские посиделки на даче Чуковского. Умер Корней Иванович 28 октября 1969 года от вирусного гепатита на даче в Переделкино, где писатель прожил большую часть жизни. Ныне действует его музей. Здравствуйте, меня зовут Джампийсова Снежана, я студентка второго курса в специальности педагогика и методика начального образования. В список юбилейных книг Чуковского входит произведение детской литературы «Майдадыр и тараканище», которым исполняются 100 лет. «Майдадыр» — детская сказка в стихах Корнея Чуковского, названная по имени одного из ее героев, написанная по словам самого Чуковского. В 1921 году впервые опубликовано издательством «Радуга», в 1923 году с иллюстрациями Анинкова. По сказке сняты в мультфильмах в 1927 году. Повествование ведется от лица мальчика, от которого внезапно совершают побег его вещи. Появившийся говорящий умывальник «Майдадыр» сообщает мальчику, что вещи совершили побег от него из-за того, что тот — грязнуля. По приказу Майдадыра щетки и мыло набрасываются на мальчика и начинает мыть его насильно. Грязнуля вырывается и выбегает на улицу, однако за ним в погоню отправляется мочалка. Гуляющий по улице крокодил проглатывает мочалку, после чего угрожает мальчику. Грязнуля бежит умываться, после чего вещи возвращаются к нему. Заканчивается стихотворение «Гимном чистоте». Чуковский о Майдадыре. Чуковский в письме Халатову писал «Чуждуюсь ли тенденции я в своих детских книгах? Нисколько. Например, тенденция Майдадыра — страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию». Памятники Майдадыру. Памятник Майдадыру в Москве представляет собой бронзовую скульптуру, установленную 1 июля 2012 года в парке Сокольники на песочной аллее недалеко от дома детского творчества, рядом с мини-зоопарком. Его вес 800 кг. Установлен памятник на низкий гранитный постамент. Автор монумента — петербургский скульптор Марчел Коробер. Открытие памятника литературному персонажу было приурочено к семейному празднику — День Майдадыра, который проходил в парке Сокольники. В зоне, где установлен детский городок, были организованы интерактивные площадки. Там гости мероприятия участвовали в конкурсах и викторинах с призами и памятными подарками. Кульминацией праздника стала церемония открытия памятника, которая состоялась в сопровождении оркестра. Аналогичный памятник Майдадыру установлен 28 июля 2013 года в Новосибинском районе города Казани. Инициатором установки памятник стала компания-производитель сантехники. Событие положило начало традиции ежегодного празднования Дня Майдадыра. Существуют и другие версии памятника. Так, шутливый памятник к семейству Майдадыров установлен в Великом Новгороде около здания городской бани. Тараканище. Сказка начинается с описания веселой поездки зверей. Внезапно из подворотни появляется таракан, который начинает им угрожать. Узнав о появлении таракана, царь зверей Гиппопотам, о том, что именно он царь зверей, известен в более ранней сказке «Крокодил», призывает своих подданных сразиться со злодеем, обещая награду. Звери бросаются в бой, напугаются тараканьях кусов и разбегаются. Тараканище беспрепятственно становится новым правителем зверей. Все расстроены, но боятся таракана. Однажды поутру кенгуру начинает увещевать всех, убеждая, что бояться нечего. Бегемоты просят ее уйти, тут прилетает воробей и склевывает таракана. Звери весело празднуют свое освобождение. По словам автора, сказка была написана весной 1921 года. В 1921 году я весною в 2-3 дня сочинил две сказки «Майдадыр» и «Тараканище». Издавать эти сказки было негде. Я обратился к журналисту Льву Кличко с предложением основать детское издательство «Радуга». Издано впервые в 1923 году. В издательстве «Радуга» с иллюстрациями существует два мультфильма по сказке «Тараканище. 1927 год» и «1963». В мультфильме «Доктор Айболит» сюжет «Тараканище» используется наряду с другими произведениями Чуковского. Третье из наиболее известных произведений Чуковского «Муха-Цокотуха». Сказка написана в 1923 году. Поначалу была запрещена цензурой во фразе «А жуки рогатые, мужики богатые». Комиссия Государственного ученого совета увидела сочувствие к уладским элементам деревни. Впервые сказка была опубликована издательством «Радуга» в 1924 году под названием «Мухина свадьба» с иллюстрациями Владимира Канашевича. Шестое издание сказки в 1927 году впервые вышло под современным названием. Сюжет «Муха-Цокотуха» шла по полю и нашла денежку. На нее она купила самовар и пригласила разных насекомых, потому что это был ее день рождения. В это время появился паук и утащил муху-цокотуху. Все насекомые разбежались, но вдруг прилетел комар и зарубил паука. Он стал женихом мухи-цокотухи, и насекомые отпраздновали свадьбу. Экранизация и исценировки. По сказке снято не менее четырех мультфильмов. 1941 «Муха-Цокотуха» режиссер Владимир Сутеев. 1960 «Режиссер Владимир Сутеев и Борис Дежкин». 1976 «Режиссер Борис Степанцев». 1985 «Доктор Айболит» режиссер Давид Черкасский. Полный текст сказки, за исключением финальной сцены «Празднование свадьбы», звучит в фильме как спектакль, который показывает коварный Бармалей, зверятом в Африке. В 1942 году композитором Михаилом Красивым была написана детская опера «Муха-Цокотуха». Существует также несколько балетов на основе сказки, в частности композиторов Леонида Усачева, Давида Салимана Владимирова, Бориса Тищенко, Адама Степанцевского и Валерия Кекты. Спасибо за внимание.